Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать вам про то, как подготовить сад к зиме. Поскольку наступил октябрь, уже самое время задуматься об этом. Какие из многолетников необходимо обрезать перед наступлением зимы, а какие лучше перезимуют у вас в необрезанном состоянии? Потому что этот вопрос на самом деле очень часто возникает у начинающих цветоводов, а также у тех, кто начинает выращивать какие-то малораспространенные, нечасто встречающиеся многолетники. В принципе, грубо все многолетние растения можно разделить на две группы. Это те растения, которые перед наступлением зимы нужно обрезать, и группа тех многолетников, которые перед зимой лучше оставить нетронутыми, либо, наоборот, даже не просто не обрезать, а еще дополнительно их утеплить различным растительным материалом. Подробнее поговорим про обе эти группы. Самая простая, конечно, это группа растений, которые нужно обрезать перед наступлением зимы. В принципе, это, как правило, те многолетние растения, с которых начинается любой сад, с которых мы вспоминаем себя в саду с самого детства. Это пионы, это ирисы, это флоксы. Ну и кроме того, есть еще масса других многолетних травянистых растений, которые необходимо обрезать. Чем они отличаются? У них, как правило, одревесневающий стебель, то есть он такой ломается с хрустом. Если у растения стебель ломается осенью, ну, это признак того, что его необходимо обрезать, потому что оно, конечно, может быть и декоративно выглядеть зимой, но если в вашей местности зимой ложится высокий слой снега, либо часто бывают бесснежные зимы с большим ветром, такие растения все равно декоративности саду особо не придадут. Кроме того, в эту группу относятся растения, у которых сочные мясистые листья, например, это хоста, это различные лилейники, они тоже подлежат обрезке в осеннее время. В чем особенность осенней обрезки этих растений? Как правило, начинаем эту работу без напряга, без излишней спешки. Используется для этого тот инструмент, который вам удобнее. Но у меня для обрезки используются, как правило, два типа инструмента. Это секатор, а также серп. Серп используется, если вы обрезаете большую группу растений, либо растения, у которых очень плотная кочка. Но при работе с серпом необходима осторожность. Любую работу следует выполнять в защитных перчатках, чтобы не повредить руки. Ну и кроме того, чаще всего перчатки уже в это время необходимы, просто потому что уже на улице не очень-то тепло. Начинаем мы обрезку с растений, которые уже потеряли декоративность. Мы их обрезаем в первую очередь. Но чаще всего это такие растения, как флоксы метельчатые. Они быстро цветают, быстро теряют декоративность. Как правило, к концу сентября они уже не имеют никакого вида. Это пионы травянистые, это остильбы, но про остильбы мы немножко поговорим отдельно. Это ирисы бородатые, у которых тоже, как правило, листва уже в это время нехороша и тоже требуют обрезки. Это могут быть различные растения из семейства сложноцветных, такие как гелениумы, различные кориопсисы, рудбеки. Вот их тоже в это время мы уже обрезаем. Несколько позже приходит черед обрезки растений, которые сохраняют листву в более красивом состоянии, выглядят более интересно. Это солидага, например. Не бойтесь всех золотарников. Это золотарник гибридный. Он как раз не дает схожих семян, и поэтому он не представляет опасности для природы. Это физостегия. Ну и большое количество других растений, которые уже, в принципе, к этому времени потихонечку отходят. Ну и в последнюю очередь обрезают растения, которые имеют сочные мясистые листья. Как правило, если у вас наступило на участке уже похолодание, был заморозок, то многие из таких растений, их даже не надо обрезать. Их можно просто лист убирать. Он уже в этот момент теряет тургор, он становится таким водянистым, его просто убираешь руками, даже не надо обрезать. Это такие растения, как хосты и лилейник. Вот для них это очень характерно. Какие же растения стоит оставить необрезанными на зиму? Ну, это касается... В принципе, вы можете не обрезать все многолетники на зиму. Но тогда у вас просто добавляются работы весною. И, в принципе, весною работы и так много. Ее всегда много весною. Поэтому, конечно, немножко лучше облегчить себе работу с осени. А то, что обязательно следует оставить необрезанным на зиму, это будут большинство декоративных злаков, такие как микскантусы, такие как овсяницы, овсяцвичные зеленые. Их оставляют на зиму необрезанными. Различные виды декоративных осок. Но у них, как правило, лист такой кожистый, и видно, что он зимующий. Вот эти кустарники, эти травянистые многолетники, их на зиму не обрезают. Их даже некоторые специально связывают вместе. То есть собирают куст в пучок и подвязывают на высоте сантиметров 15-20 земли бечевкой либо проволокой. Для того, чтобы они во время зимы не разваливались, чтобы внутрь их не попадал снег и лишняя вода. Ну и кроме того, те же микскантусы, они в зимнее время, вот их колосья, они очень украшают сад, если не было слишком сильного снегопада. Поскольку сильный снегопад, который может встречаться в разных частях нашей бывшей родины, он может приводить к разваливанию кустов, ну и, естественно, потере декоративности. Какие же еще многолетники не обрезают? Наверняка вы знаете, что не имеет смысла обрезать почвопокровные растения. Ну, поскольку они сами по себе низенькие, достаточно просто весной немножко вычесать саму дернинку, чтобы она приобрела более декоративный вид. Это такие растения, как камнеломки различные, отчетки, молодила. Кроме того, в эту группу попадают растения, такие как бадан толстолистный, тихоокеанский и другие виды баданов. Их не стоит обрезать на зиму, поскольку лист у них вечно зеленый, зимующий, и он даже живет на растениях, как правило, больше двух лет. То есть от двух до четырех лет живет лист на бадании. Кроме того, это различные виды гейхер, гейхерел. Их тоже не обрезают на зиму, оставляют листву, обрезают ее, когда она начинает отмирать весною. Есть еще ряд растений, которые стоит не обрезать, если вы живете в определенной зоне климатической. К ним относятся такие многолетники, как астильба и хризантема корейская. Эти многолетники не стоит обрезать на зиму, если в вашей местности очень часто зимой бывают бесснежные зимы с сильными морозами, поскольку эти растения плохо переносят зимовку с голой почвой, у них мелко расположенные почки возобновления, и при суровой зиме и отсутствии снега они могут просто у вас выпасть. Поэтому, если вы знаете, что климат в вашей местности такой не очень надежный, лучше оставить их не обрезанными до весны. Обрезать и окончательно убрать участок уже весною с наступлением оттепели, когда можно будет приступить к работам в саду. Часто возникает вопрос, на какую высоту обрезаются различные многолетники. Тут вопрос такой, невозможно ответить на него однозначно. Например, крупные многолетники с высокими стеблями, которые одревесневают, как правило, обрезают на достаточно большую высоту, оставляя пеньки не менее 10-15 см. Это такие многолетники, как пионы, это такие многолетники, как астры многолетние. У многолетников с более низкими стеблями, с такими травянистыми, часто обрезаются практически по уровню земли. Хоста, например, если мы ее обрезаем, то мы обрезаем ее коротко. Если мы ее вычищаем подмороженную, то там уже, в принципе, убирается практически полностью. Там остается только почка, которая чуть-чуть выглядывает из земли. Ирисы, лилейники обрезаются на высоту около 10 см. Оставляется вот такая листва. Мелкие многолетники обрезаются достаточно коротко, на высоту 5-7 см. Надеюсь, мой рассказ для вас был полезен. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова